Это моя работа. Педагог – это не только межличностное взаимодействие с другими, но это еще и попытка установить какие-то закономерности в той области, которая тебе интересна. Ну зачем? Это же все снижает эффективность твоей работы. Понимаете, тут надо философски подходить. Невыгодно быть злым, ну просто невыгодно. Это ты снижаешь собственный потенциал. Если ты начинаешь злиться, это значит, что ты не нашел какой-то иной аргументации. Надо управлять эмоциями. Ну что я, в лице-то. Вот это вот важно. В общем-то, надо быть добрым, надо быть средствоустойчивым и любить людей, с которыми ты работаешь. Вы задали вопрос. Для того, чтобы на него ответить, надо обратиться к понятию цели образования. Как известно, целью образования может быть две – воспитание квалифицированного потребителя. Либо целью образования является воспитание человека, для которого счастьем будет созидание. Это две разные цели, которые находятся за пределами научно-педагогики. Она на этот вопрос не отвечает. Она отвечает вопрос, как сформировать то или другое. А вот что формировать, на этот вопрос отвечает идеология, господствующая в данном обществе. Вот сейчас идет борьба за то, чтобы одна из двух этих идей стала ведущей. В деле в целеполагание понять образование. Какая из них победить, так и образование будет работать. Если мы воспитываем квалифицированного потребителя, то целью образования является в общем образовании сформировать квалифицированного потребителя. А в профессиональном образовании сформировать человек, который будет конкурентоспособен на рынке труда. Если побеждает идея сформировать человека, для которого основной ценностью будет созидание, тогда образование имеет миссию подготовки человека, профессионала, для которого главным является созидание. В расчете на то, что это будет замечено и отблагодарено как-то. Но даже если нет, все равно ведущий является созидание. Субтитры создавал DimaTorzok